Детальнее эту тему обсудим с нашим гостем. Александр Льявченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговини в 2010-2017 годах. Присоединяемся к нашему эфиру. Александр Михайлович, приветствуем вас. Приветствую вас, свидетелей. Вот решение, то есть еще не решение. Еще до 13 сентября есть время. Первая встреча министров финансов Еврозоны планируется в Будапеште, возможно в Брюсселе. Сейчас как бы министр, сейчас скажу, государственных расходов реформ Ирландии Паскаль Донахью, который будет председательствовать на этой встрече, говорит, что он пока раздумывает. Но вот уже заявление министров определенных стран есть. Какова вероятность, что перенесут эту встречу из-за недоверия? И вот этот бойкот Будапешта, что может означать в дальнейшем для всей Венгрии? Да, ну, несогласие, вы сказали, мы знаем и Финляндия, и Эстония, и Литва, но самое главное Германия. Германия, так сказать, фактически главный член Евросоюза, и ее мнение очень-очень важно. Ну, кроме того, уже упоминалось, что встреча министров иностранных дел была, опять же, перенесена из Будапешта в Брюссель, так что прецедент есть. Причем об этом прецеденте предупреждали официальный Будапешт, сделайте что-то, поменяйте политику. Ничего не меняется. Ну, вот тогда принимается такого образа решение. Мы знаем, что Донахер, министр финансов Ирландии, на следующей неделе примет окончательное решение, что же делать, где проводить встречу. Но, в конце концов, все понимают, что вот эта блокировка средств для Украины носит субъективный характер, в определенном смысле даже вредительский. И, конечно же, когда сумма зарезервирована и находится на банковских счетах, его величество Орбан считает, что он может распоряжаться европейскими фондами, как он захочет и так дальше. Все это находит раздражение среди большинства стран Евросоюза, среди членов Еврокомиссии. Поэтому нужно понимать, что вполне возможно, что и встреча министров финансов будет перенесена. Ну, и, в конце концов, заявления Борреля о том, что он все-таки сделает все возможное, чтобы 6,5 миллиардов евро, которые лежат на счетах в европейских банках для помощи Украины в противостоянии российской агрессии, оказались в Киеве. И как можно скорее, потому что не может так быть, чтобы одна страна со всеми субъективными мышлениями и действиями так все блокировала решение целого Евросоюза. Ну, вот давайте поразмышляем над одним из методов. Два миллиарда евро Венгрия хочет получить от Брюсселя, как они говорят, как это формулируется, на защиту границы от мигрантов. Вот можно ли таким, допустим, методом приостановить выделение этих средств? То есть, какие еще варианты, Александр Михайлович? Ну, слушайте, я вам скажу очень простые вещи. Соседи Венгрии, Хорватия, член еврозоны, там не надо ничего строить. Астрия, член еврозоны, не надо ничего строить. Далее, Словакия, член еврозоны, не надо ничего строить. Дальше, Украина, у нас река Тиса, вот, граница. И граница у нас очень узкая с Венгрией. Строить там особо ничего не надо. Румыния дальше, ну, член Евросоюза, что там строить? Остается одна Сербия. Ну, Сербия, я вам напомню, что Сербия является политическим партнером Будапешта. С Сербией и у Будапешта самые тесные, сердечные отношения. И что там на границе с Сербией выстраивает Орбан, у всех большой вопрос. То есть, 2 миллиарда евро, ну, есть там граница, да, но она не такая уже большая. И ты можешь все вопросы с Вучичем, президентом Сербии, решать напрямую, если что-то тебе не хочется. Потому что у вас отношения очень-очень тесные и теплые. Поэтому в Дрюсселе очень хорошо понимают, ну, о чем он говорит, о каких 2 миллиардах, кого он там сдерживает и так дальше. Нету тут такого и близко. Значит, опять запустить руку в европейский карман, ну, хорошо. Но, может быть, и разрешили, если б вел себя нормально по европейских студиям. Реановость распиарили, российские Реановости распиарили новость о том, что Сиарта встречался там с руководителями Газпрома. Будапешт доволен газовым сотрудничеством с Москвой. Мы уже в нашем эфире неоднократно говорили, что, ну, нет такого прямо вот аж зависимости Венгрии от российского газа. Угроза, так сказать, отключения крана, она не сиюминутная. Было время у Венгрии и у Словакии подготовиться, диверсифицировать все это дело. То есть вопрос, в принципе, политический, да? Как вы считаете? Понятно. Политический вопрос. Ну, опять всех раздражает. Значит, все требуют, чтобы снижать объем покупки газа российского. А Венгрия продолжает эти закупки демонстративно. Еще при том ездит в Москву. О чем там ведутся переговоры, кроме газа, никто до конца не знает. И у всех вот удивление. Вот он будет ждать этого газа, который он договорил. Ну, напомню, газ идет через суд, дальше через всю Украину. Ну, такая ситуация. Да, ироническая улыбка ваша о многом говорит. И такой момент. Вот прозвучала хорошая фраза, что Венгрия паразитирует на единогласной политике Евросоюза в нашем сюжете. Ну, вот на самом деле, как вы считаете, может ли Евросоюз дойти до такой грани, что пересмотреть эту вот единогласную политику и, так сказать, вычеркнуть Венгрию из вот этого вот общего мнения 27 стран? Ну, к сожалению, политика Будапешта дискредитирует принцип единогласия. То есть стало понятно, что, к сожалению, он становится неэффективный. Вот. Тем более, это открывает ворота для других проблем. Какая-то страна, даже если по разу воспользуется правом Вета, то Евросоюз никогда вообще не примет никакого решения. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот один раз еще, Венгрия там уже раз 10 Вета наложила, вот другие страны говорят, да я всего один раз только Вета наложу и так дальше. И что дальше? Ну, что, нет принятия решения. Поэтому оно лежит на поверхности, что когда создавался Евросоюз, то есть количество стран было небольшим, принцип оправдывал себя. Сейчас уже, 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 уже подходит к третьему десятку страны. И тут этот принцип действует уже слабее, учитывая субъективную политику Будапешта, которая нарушает как раз европейскую традицию, европейские правила, не координирует свою внешнюю политику и политику безопасности с Брюсселем. Все это просто подталкивает страны к тому, что нужно принимать решения в Брюсселе, но не единогласно, вот, каким-то, абсолютно большинством, квалифицированным, вот, и, скорее всего, что этот вопрос будет обсуждаться сейчас уже со стороны нового состава Еврокомиссии. Это будет вопрос, поставленный перед Европарламентом, потому что он назрел и подтолкнул к такому решению, опять же, его величество Виктор Орба, который работает фактически не на свой народ, а на какие-то чьи-то чужие интересы, причем не европейские. Ну, тут еще стоит добавить, что Словакия и Венгрия отказались одобрить удары западным оружием по территории России, но тут важно отметить, что тут-то как раз согласие всех 20 членов Евросоюза не нужно, и это с одной стороны, а с другой стороны, вы-то и с помощью не очень помогали, так что вас никто спрашивать не будет. Вот в этом контексте, Александр Михайлович, как вы считаете, насколько сейчас все те усилия, которые прилагает Украина к тому, чтобы переубедить тех, кто еще сомневается, я имею в виду, удары дальнобойным западным оружием по территории России, насколько сейчас ситуация, на ваш взгляд, продвинутость, будет ли прогресс и будет ли добро все-таки получено? Ну, вы правильно заметите, Венгрия вообще нам не давала оружие, поэтому их мнение вообще никто не спрашивает, там нет у нас венгерского оружия, очень просто, значит, Горбан разговаривает сам с собой. Дальше, ну, генерал Ходжес, известный американский генерал, говорит, ну, 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 вот смотрите, простая ситуация, значит, вы заставляете Украину сбивать стрелы, вместо того, чтобы ударить по лучникам. Ну, сколько можно? Уже два с половиной года Украина сбивает стрелы. Это же глупо, это дорого. Это несет большие потери для украинской экономики и так далее. Всем должно быть понятно, значит, кто этот лучник находится, значит, аэродром, авиабаза, склад боеприпасов, базирование ракет, которые наносят незаконные, подчеркиваю, удары по украинской инфраструктуре и внутмирные люди, вот, поэтому, поэтому вопросы ставятся еще острее перед нашими союзниками, и они будут ставиться дальше, потому что у украинского народа как-то складывается недопонимание, а что, собственно говоря, воздерживает. Сдерживает то, что могут быть использованы против мирных целях в России. Ну, вот, повезли, сейчас в Вашингтон передали список военных объектов, куда могут ударить украинские вооруженные силы западным оружием. Посмотрите, что там находится, и что за два с половиной года с этих объектов уже полетело в сторону Украины, и какие принесенные разрушения в сотни и сотни миллиардов долларов. Ну, вот, так что работа продолжается, надеемся, что изменения будут позитивными в студии. Урсула фон дер Ляйен, первая публичная речь в качестве, после переизбрания ее на пост главы Еврокомиссии, первый момент, Глобсек, очень важная конференция по безопасности в Праге, которая сейчас проходит, то есть два вот таких вот значимых момента, и она в своей первой речи после переизбрания говорит о том, что напомнен, напоминает венграм об советских танках в Будапеште. То есть она в своей первой речи считала нужным напомнить Орбану о его позиции, о том, что он идет в разрез мнению Евросоюза. Так вот, я по поводу венгров. Может ли стать позиция Орбана вредоносной для самих венгров? Ведь уже говорится о том, что оппозиция венгерская все больше и больше бонусов получает от того, что делает Орбан. Как вы считаете, вот венгры могут сказать Орбану свое? Ну вот смотрите, Глобсек всегда был в Братиславе, Словакии. И сейчас все заметили европейцы позицию по вопросам безопасности в официальном Братиславе, и форум переместился в Прагу. Понимаете? Первый вот нюанс. Второй нюанс. Значит, 1956 год, это Будапешт, восстание фактически народа против советской оккупации, которая кроваво подавляли советские танки. Огромнейшая травма у всего ненгерского народа. Прошло 68 лет, еще живы свидетели этого трагического действия. Орбан, будучи молодым, очень молодым политиком, зарабатывал политические очки, критикуя советскую интервенцию 1956 года и критикуя оккупацию в Венгрии фактически до 1990 года, где стояла южная группа советских войск, сейчас об этом напрочь забыли. Значит, Орбана за последние 10 лет мы ни разу не слышали слова в осуждении советской агрессии 1956 года, то, что Венгрия была подъярмлена до 1990 года после Второй мировой войны. Ни словечко не сказал. Ну, ты не говоришь, сказала Урсула Андерля. Напомнила и про события 1968 года в Чехословакии. Вот, Словакия была в составе тогда Чехословакии. Да, основные события были в Праге, но это все прокатилось по целой стране, чистки и так дальше. Тем более, те, кто были реформаторами в Чехословакии, многие были словаками по национальности. А что-то вспоминает нынешний лидер Словакии об этом вещах? Ну, пока не слышал, пока не слышал. Поэтому вот такой месседж пока Орбану, то, что у него очень короткая историческая память, чего он вдруг так стал дружить с официальной Москвой, а, собственно говоря, Путин правоприемник той политики, которую ведет Москва еще до Второй мировой войны, во время Второй мировой войны, он уже поклонник Сталина и сталинистов. Поэтому это всех должно насторожить еще раз. И еще раз месседж Орбану. Значит, ты со сталинистом решил дружить, в объятия к нему бросаться, в то время, как он политический наследник тех, которые уничтожал венгерский народ в 1956 году. И нужен ли такой лидер этой стране? Нужен ли лидер, который фактически заблокировался непродуманной политикой, доступ многомиллиардным европейским фондам? Нужен ли он такой или нет? Ну, это решать самим венграм. Но такая политика, упертая, промосковская и так далее, все понимают, не случайно может присутствовать какой-то интерес, в том числе личный. Сейчас это доказать очень сложно, но вот когда Орбан проиграет выборы, вот тогда, конечно же, все эти соответствующие органы безопасности включат проверку, кто, как, где, с кем коммуницировал Будапешт, на каком уровне, как часто, какие суммы фигурировали и так дальше. Вот, поэтому может быть не просто скандал, а могут быть серьезные последствия со следующим криминальным преследованием, судом и так дальше. Но, подчеркиваю, пока звучат призывы Брюсселя как демократической организации о том, что, как и где должен действовать член Евросоюза, при том, что у него есть свои национальные интересы, но есть общая политика внешняя и безопасности. Вот, и отсутствие вот такого единства в политике со всеми другими странами Евросоюза может привести к определенным серьезным последствиям. Студия. Спасибо, Александр Михайлович. Да, тут, как говорится, решительность нужна и в военном отношении, и по отношению вот к таким союзникам Путина. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговини в 2010-2017 годах, был с нами на связи после небольшой паузы. Снова вернемся в прямой эфир. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...